Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех маленьких и больших обжор на моем канале. Любители пожрать, мы собираемся всегда на моем канале, общаемся в комментариях. У меня сегодня обалденное настроение, потому что на улице солнышко, хорошая погода, весна. Вот всегда весной у меня прям взрыв эмоций, энергии. Не знаю, куда ее деть. Хочется снимать, что-то делать, как-то развиваться. Сегодня мы с вами кушаем говяжьи сердечки, печенка и печень. Мама сказала, перечислила, как нужно говорить правильно, только говорит, не опозорься, не скажи какую-то фигню. Как только я села, я про все это забыла. Обожаю малюсенькие огурчики. В общем, мои хорошие, со вчерашнего дня мой кот начал мяукать без причин. Хочет выйти на улицу, хочет выйти в подъезд, так и просится. Ему такое ощущение, что там в подъезде 5-6 кошечек. То ли весна на него так влияет. То ли повзрослел он. Вроде ему года нет. А ловелас еще тот, в кого он пошел. Он хочет на улицу, хочет заняться поисками. Сидит на окошке, смотрит в окно и мяукает. Вот некоторые пишут, не кастрировать. Животное же ведь мучается. Я ему говорю, сын, а ты еще маленький, какие отношения? И он мне такой, у тебя же тоже есть отношения. Для него у меня отношения на расстоянии всю жизнь. Ты тоже в интернете познакомься с одной чувихой. Общайтесь. Ну, если серьезно, надо сделать ему все эти прививки, которые нужно. И уже на днях заняться кастрированием, потому что животное тоже мучится. Это у них инстинкт. Такой. Очень вкусно. В ближайшее время будет рецепт. Мама засняла. Просто не нужно смонтировать. А еще мама просто на канале. Я вам уже говорила, скажу еще раз. Мы составили план. Мы монтируем видео. Вернее, я монтирую. И сразу не опубликовываю. Я ставлю, например, на завтра, на послезавтра. То есть, как бывает, например, в телевизоре программа. Мы тоже создаем контент. И сделаем запланированную публикацию. Посмотрим, что с мамином каналом будет. Спасибо огромное всем, кто подписался. Все, кто пишет хорошие комментарии. Безумно приятно ваша поддержка. Некоторые вот иногда говорят про продажи каналов. Например, некоторые блогеры продают каналы. И если даже меня никто не будет смотреть, я никогда в жизни не продам свой канал. Однажды мне написали. Мы типа, такая-то организация, мы хотим купить ваш канал. И сразу же озвучили сумму. Мне так смешно стало. Это меньше моего месячного заработка. Это раз. Во-вторых, это не как машина. Это не как квартира. Например, я очень люблю пересматривать свои старые видео. Это как семейный альбом. Архив. Я вот всегда раньше мечтала писать личный дневник. А это тоже как личный дневник. Просто в электронном формате. Поотвечаем немного на вопросы. Зухра Мамедова задает вопрос. Все вопросы я беру под видео с курочкой Грит. Последнее видео с курочкой Грит. Я там просто просила вас задавать вопросы. Я вот смотрю залайканные. Смотрю, на какие я отвечала, на какие нет. И продолжаю отвечать. Ее вопрос заключается в том, что привет, расскажи, пожалуйста, издевались на тобой, когда ты начала блогерство. Да, издевались. Не то, что издевались, знаете, подкалывали. То есть, например, я заходила в аудиторию, они начинали. Ой, блогер пришла. Можно автограф. Такие моменты, конечно, были. Не помню. Была ситуация год назад. Ко мне подошла моя одногруппница. Бывшая. И такая, привет, блогер. Там подошла ками. Я ей говорю, я думала, ты подошла у меня автограф взять или сфоткаться. Что, подошла-то? А сейчас в подписках я вижу, что они на меня подписаны. Так, чисто случайно. Иногда натыкаюсь. Знаете, когда я это увидела? Когда снимала видео с Аишей. Это моя одногруппница. Я посмотрела ее подписки. И смотрю, почти у всех там подписаться в ответ. Подписаться в ответ. Так что, если над вами издеваются, кто-то подкалывает, забейте. Через определенный промежуток времени вы увидите подписаться в ответ. И вы не подпишитесь. Когда я начала заниматься Ютубом, у нас была еще одна девочка. она на курс ниже меня училась. И она тоже решила заниматься Ютубом. И вот честно, у нее это все получалось намного лучше, чем у меня. Но она забросила. Не знаю, почему. Она именно классно красилась. Все очень быстро пошло вперед. Я думала, все, она не бросит. Потом смотрю, что нет, бросила. А у меня, наверное, так как не было камеры. Но вы сами вчера видели мое видео. Одно из позорных. По мне, это ужасно. Но все равно, на месте моих одноклассниц, одногруппниц, точнее, я бы, наверное, в лицо так издеваться бы не стала. И это же одногруппница сейчас безработная. Не то, чтобы я как-то злорадствую. Нет. Просто, на мой взгляд, нужно думать, прежде чем что-то ты говоришь. Возможно, твои слова другого человека бы обидели, и человек бы отказался от своей мечты навсегда. Тебе то, что не нравится, пройди мимо. Вот Аиша, я с ней снимала видео. Она одна из немногих. Она очень искренняя. Я всегда замечала это в ней. Она с первых в ней меня смотрела. И как бы никогда ничего плохого и не скажет. То есть, всегда поддержит лестным словом. И до сих пор Аиша смотрит все мои видео. Я прям в шоке от этого. То есть, в человеке нету ни капли зависти. Не хочется никого задеть. Вы знаете, наверное, к Аиши все относились так нейтрально. То есть, не было человека в группе, который ненавидит Аишу. Потому что она была очень толерантная. Помните, я снимала с девочкой видео. Не знаю, вы смотрели это видео или нет. То есть, она была сверх толерантная. Никогда никого не обидит. У нее как будто свой мир. никто ее не раздражает. То есть, железные нервы. Ну, классная. Я помню, что она меня смотрела и мне настолько было приятно, что она до сих пор меня смотрит. Хотя сейчас я снимаю совершенно другой формат. побольше вам бы тоже таких друзей, как Аиша. То есть, по-любому в группе бывают люди, которые друг друга недолюбливают. Потому что ты как бы не выбираешь, с кем тебе учиться. если бы это были подружки, ладно еще. А тут просто сборище людей, которые друг друга не знают из разных семей, с разным воспитанием, восприятием мира. еще одна девочка есть. К этому вместе у Через я как бы не воспринимала ее всерьез тоже. Сейчас, например, тоже подписан на меня там, не знаю, чем-то хорошим словом. Потихоньку, когда ты начинаешь чего-то добиваться, люди вокруг начинают в тебя верить. Когда я сказала маме, что я хочу купить квартиру, у меня мама просто покрутила у виска и сказала, что почему ты должна покупать квартиру, пусть муж покупает. Ты хрупкая девушка, живи для себя. купи себе машину какую-то недорогую. Зачем тебе квартира? Это просто огромные деньги. Откуда ты их возьмешь? А сейчас, когда мы заходим смотрим варианты, я понимаю, что этот вариант я могу себе позволить, а этот вариант нет пока что. Мама иногда поворачивается ко мне и говорит, дитойка, мне иногда не верится, что полтора года назад ты мне про это говорила. Я просто смеялась на тобой. Реально откровенно мама просто смеялась надо мной, что о чем мы говорим. какие квартиры. А все почему? Потому что никогда не рассказывайте про свои доходы. Никому. Даже маме. кто знает сколько у вас там на счету. Что касается квартиры, вы знаете, то, что мне по карману, мне не очень нравится. Я не хочу покупать, что попало, лишь бы подешевле. Понимаете? есть варианты, где цена, например, ниже рыночная. Но мне не нравится проект. Или мне не нравится место расположения. Мой риэлтор мне сказал, что вы очень капризная. Но блин, я не покупаю себе свитер на скидке. Я не покупаю себе телефон, который через два месяца я могу поменять. Пусть я заплачу чуток побольше, ничего страшного, но этот вариант будет полностью меня устраивать во всех планах. А для меня самое главное это место расположения. Самое главное. Например, риэлтор говорит, ты тут недалеко. Но я всегда думала, что продать что-то трудно, а купить всегда легко. Но я бы не сказала сейчас, что купить прям так легко. Что попало, купить да. Если у тебя есть определенные критерии того, что ты хочешь, вы знаете, самая большая мечта в моей жизни всегда была не супер дорогую тачку, я хочу квартиру не где-то там в непонятном месте. Можно купить трешку, но где-то далеко от центра. Я лучше возьму однушку, но чтобы прям рядом было. к чему я это все рассказываю. Возможно для вас сегодня это просто мечта, а завтра для вас это реальность. Главное, чтобы люди вокруг вас поддерживали. В общем на этом все, я наелась, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И самое главное, верьте в себя. Если у вас есть эта вера, у вас все получится. Всех люблю, целую, пока.